Эдвард Кроули широко известен своей научной работой в области космических технологий, которыми он заинтересовался еще в школе. Он является президентом-основателем Сколтеха, первого российского вуза инновационной направленности. По его мнению, уровень образования в ведущих российских университетах сравним с лучшими зарубежными образцами, однако до сих пор он не так узнаваем. Важный элемент трансформации – ведение лекции на английском языке, использование его в научных публикациях. Российские университеты должны трансформироваться в университеты 21 века, больше сотрудничать с компаниями, которые занимаются новейшими разработками. Профессионально мы разговариваем на одном языке, признается журналистом ректор Самарского вуза Евгений Шахматов. Эдварда Кроули, который входит в наблюдательный совет университета, здесь ждали давно. Такой специалист может критически оценить работу вуза и подсказать, в каком направлении развиваться. Первые договоренности уже есть. И вот те возможности, которые в Сколтехе и у нас, мы договорились объединить по ряду направлений. Это связано и с возможностью использования ресурсов Минобранауки России, других министерств и компаний государственных, которые заинтересованы в таком сотрудничестве. Эдвард Кроули провел в Самарском университете один день. Ему показали лабораторию виброакустики, проектирование наноспутников и Центр управления полетами малых космических аппаратов Аист. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.